Я, Андрей Баболя, из Малопольщины, допущенный в апошний день липения 1611 года до первых выпребываний, готовый с Божией допомогой выконать все, что мне пропоновано. 16-го красавяка 1702 года ректор Пинского коллегиума Мартин Гадебский молился просеченья бесного заступника об поратунку у вихуры новой полночной войны. У ту же ночью он увидел уснение ведомого езуита, что пообещал опекваться кляштерам, а лез одной умовой. Кали ягона отела, что приняло покутницкую смерть повстагодже тому, будя ушанованая. После долгих пошуков у подземелья была выкопана труна с надписом «Айтец Андрей Баболя, товариство езуса, забиты казаками». Рештки тела святара, як стверждали верники, заховалися нетленными. Яна выглядала так, небыто было похованое только учора, а не пролежала под землей 50 годов. Андрей Баболя пришел в свет в 1591 году у польской вёсцы Страхотина у семьи Шляхтича. После учебы в езуитской школе юнак, выращая усе свое дальнейшее житчо, присвятить служению католитству и товариству Иисуса. После научения на теологичном факультете Виленской академии Андрей Баболя выращая застаться у Великим князь Вилитовский, не взобавая он отримливая святарское посвящение. Апостольскую працу святар вёл спочатку у Несвижи, потом у Вильни, Бобруйску да Плотску. Выдатный проповедник весь свой час он присвячал пастерской праце, чем заслужил повагу простых людей. Кали у 1625 годе на Вильню обрынулась невядомая эпидемия, Андрей Баболя разом з іншими езуитами, многие из яких померли, опекувся хворыми. У канцы 1642 года Андрей Баболя приезжая в Пинск. Тут и он керуя научанным уезуитским коллегиуми, а так само ведя широкую проповедницкую дейность. Выдатный промоутца, и он выходит переможцам з религийных дыспутов и переконвая мнозство православных зменить веру на грека церыма католицкую. Прихильники называют его пинским апостолом, а не доброзачливцы – душахватом. Андрей Баболя был человеком контрформации, девчим контрформации, але вельми нетуповым. Я зараз подломачу, чому нетуповым. Этот человек был отданным своей справе, уща життё посвятил поширенню католицтва. И был талиновитым человеком. Нез дарма его працівники, его враги дали ему мянушку душахват. Але одночасово та самая мянушка сведчить, что он веру поширал переконанним словом. Он никого не змушал гвалтам физично, как это здаралось в часы реформации всюду Европе, в часы контрреформации здаралось. Он словом переконанул, и в этом его талиновитость. За проблемам со здоровьем святар был вымушен и покинуть по лесу. И он вернулся у Вильню, у костел святого Казимира, где працывал долгих шесть годов. Однако после этого золастива ему упартостью, выращая вернуться в Пинск, место, до якого он найбольш прикипел душой. Лёсам было наканавано, каб Андрей Баболя скончил життё як покутник, прынявши смерть за веру, якой служив ўсчё свою життё. 16 травня 1657 года, подчас войны Речи Посполитой з Московщиной, святар был схопленный отрадам казаков каля месца Янов, сучасны Иванова на Берастейшчине. Прымушаючи адрачыся ад каталіцтва і прыняць православ'я, казаки некалькі годин здекваліся со святара. Пасля нечалавечых катаванняў Андрей Баболя был забиты. Нетлінныя мощчы Андрея Баболя былі знойдіныя праз Паустагодзя ў сутарэннях Пінскага кляштара. Аднак ішчэ довга не маглі знайсті спачын. За савецким часам яны нават экспанаваліся ў музею медэццыны. Адасія мощчів святога Андрея Баболі вартае, на мою думку, детективныя повісті. У часы савецкай ўлады, а мощчі Андрея Баболі, як і парэскі іншіх святых, зазналі з декі безбожны ўлады. Яны демонстраваліся на атеистычных выставах, ў музейных экспозиціях, адкуль зрешті мощі Андрея Баболі ўлада мусіла пребраць, бо яны робіліся аб'ектам пакланіння вернікав. Нарешті цялы було піравізіно ў Рым, а потым ў Варшаву, дзей було пахаваная ў кастёля, названым ў Гонар Пакутніка. Зараз каталіцкая царква вызнае Андрея Баболі за святога, і он з'являецца піконом пінськай епархі. А 16 травня, дзін смерці святара, став днём ягонага ўшанавання, ўшанавання прапаведніка і місціонера, шалавека, які аддаў сябе сваёй веры без астатку, святога, які загінув за яе. Ця перу полацку надзіной збудаванай кастёл святога Андрея Баболі, ў якім шануюцца не толькі пам'ять гэтага святога, але і яго папярэднікаў дзейнаць, яких звязаная с Полацкам і Полацчанай. У аздабленні кастёла Андрея Баболі мы бачим выявы Ефросіні Полацкай і арцебискупа Ізофата Кунцевіча, тых асобоў, які таксама аддана служіле вере. Калі выучаеш жыцццё Андрея Баболі, думаешь пра ёго жыццццё, шо такі, канешні, он заслужана став святым, але з вышыні прожытых стагодзёў, сёняшня часу, мы ўжы ведаем, што в нашай краіне, врэчу паспаліта і приватнаці ў Беларусі, адзіна правяна формаў Паводзінаў во все часы была толерантнаць і вероцерпімаць. Толерантнаць і вероцерпімаць, а не апантаннаць адной якой-нібудь религійной ідеі.